Вопрос номер один, который волнует абсолютно всех. Как вы, мама с четырьмя детьми и с мужем, справляетесь, еще и пишете статьи, какие-то марафоны проводите? То есть где вы берете силы для этого? Что в это время делают дети? Как вы вот это все распределяете время? А я не знаю. Она сама как-то получается. Книги, они же не пишутся так вот, что ты сел и сидишь и вот целый день пишешь книгу. Книги, они состоят из маленьких глав, из маленьких статей. На одну статью минут 40. Каждый день у меня есть минут 40. Соответственно, я просто не сижу где-то в инстаграмах, не листаю ленту, а просто беру свой компьютер и тихо снимаю стресс. Как говорит мой муж, это один из моих способов снятия стресса, моей личной психотерапии записывать, это все форматировать. Но мне муж очень еще много помогает. То есть так как мы вместе работаем и у нас такой вот союз, то мы очень чувствуем друг друга и на подхвате постоянно. То есть когда ему нужно, я на подхвате, когда мне нужно, он на подхвате. И вот так. Вот это следующий вопрос. Как вы стали таким творческим союзом? Вы родились уже таким творческим союзом или вы как-то созидаетесь как творческий союз? Что такое случилось, что вы стали творческим союзом? Как-то так получилось, что мы всегда что-то делали вместе. То есть когда мы не делали что-то вместе, то у нас мы начинали что-то ссориться, нам может быть даже где-то не о чем поговорить было. Ну или было, но мало. Как-то вот, ну а еще. А когда мы стали что-то делать вместе, мы сначала делали вместе там один проект, потом другой проект вместе, потом третий проект. И роли постоянно менялись. То у нас Леша был руководителем, я была там контент-менеджером на сайте, то есть наполняла все это. То мы там, Леша общался с клиентами, я там какую-то тоже работу внутри проводила. У нас постоянно вот так вот это все меняется внутри, но это, наверное, то, благодаря чему нам хорошо вместе. Ну как-то так. Когда вот эта вся энергия, она распределяется не просто друг на друга, да, а она как-то вот рассеивается и получается очень даже так. Легче жить. А кто у вас главный в семье? Конечно, муж. Муж? Конечно. Как это проявляется? Ну у нас все решает муж. То есть я к нему подхожу, спрашиваю, но решает всегда он. То есть даже что касается книг, то есть он решает какую книгу, когда мы будем выпускать. Он всегда последнее согласование, то есть там я сделаю как красиво, да, там, ну смотри, вот какая картиночка. Он говорит так, ну слушай, ну что это такое? Эту картинку надо вот сюда, это вот сюда, обложку нужно сделать вот такую. И потом оказывается, что он действительно был прав, потому что у него, ну у него видение немножко другое, такое более, он более внимателен к деталям, вот к всяким таким вещам. Поэтому он всегда оказывается прав. Поэтому мне ничего не остается, кроме как. А вы всегда были послушная жена? Нет, конечно. Нет, конечно, как вы это послушание в себе воспитали. Благодаря вам, да, благодаря вам, благодаря Олегу Геннадьевичу, Олегу Георгиевичу. То есть первые годы мы постоянно бились, мы сражались, кто главный. И так как я, меня мама воспитывала одна, и я привыкла, что я должна все сама, я там супер и все такое. И тут, значит, какой-то мужчина мне говорит, что я должна делать, как я должна делать. И это внутри меня просто рождало бурю. И мы постоянно на эту тему там, кто главный, кто не главный. И вот потом уже, когда я поняла, что тот путь, которым я привыкла, он никуда не ведет. То есть мы чуть не развелись, я уже там, у нас был сын, я уже уехала к маме, уже думаю, ну все, хватит. Это просто, это кошмар какой-то, нужно заканчивать. И потом, когда мы начали это все пытаться как-то склеивать, и потом появились лекции, сначала законы судьбы и так далее, и так далее, и так далее. И я поняла, что что-то я делаю не так, и надо попробовать как-то по-другому. Мне, конечно, было очень сложно. Вначале это даже, наверное, было похоже на то, что я себе как-то вот... Да, я себя как-то вот задавливала. Но потом я нашла некий такой очень, ну для меня очень гармоничный баланс. Я поняла, что действительно это не дискриминация женщины, когда женщина за мужчиной. Это ее защита. То есть таким образом женщина защищена, и она может очень много. То есть муж создает некую... Он создал для меня безопасную среду, в которой я теперь могу творить, заниматься творчеством, и там не ходить ни в какие офисы, да. Рожаю детей, воспитываю детей, там пишу какие-то каракули. И женское счастье. Скажите, пожалуйста, мы с вами разговаривали в прошлый раз, когда мы были у вас в гостях, и вы очень много интересного рассказывали о родах. И вы сказали о том, как важно вот этот сам момент родов, когда ребенок рождается. Я знаю, что вы дочку родили дома, и сейчас много очень домашних родов. Скажите, пожалуйста, о плюсах или о минусах домашних родов и родов в больнице. И несколько слов скажите, пожалуйста, меня очень удивило, что вы говорили о детском месте, о плаценте. Вот расскажите о важности этого. Что это такое немножко вот об этом? Ну, домашние роды – это достаточно такая тонкая тема, и понятно, что не всем женщинам нужно рожать дома, потому что современные женщины, они, ну, несколько дальше ушли от природы, и поэтому у современных женщин возможны всякие осложнения, и, ну, к этому нужно отнестись внимательно. И даже когда здесь мы принимали решение о том, что четвертый раз мы будем рожать дома, все равно мы предусмотрели план Б, куда мы поедем, если что-то пойдет не так, и это было достаточно близко, и мы заранее как бы договорились об этом. Роды, ну, на мой взгляд, роды не должны быть прямо вот домашними или больничными, они должны быть естественными. Если все то же самое, вот как дома, можно родить где-то в каком-то госпитале, то, наверное, стоит пользоваться этой возможностью, потому что у вас будет спокойствие, что если что, то вам помогут, вас спасут. Но если у вас есть внутри полная уверенность, что все будет хорошо, что вы чувствуете свое тело, и вы себя замечательно чувствуете, да, то почему бы не сделать это дома, предусмотрев какие-то варианты. Сейчас, к сожалению, во всех больницах очень много вмешиваются в роды, и не всегда мамочка знает даже, что ей делают. Иногда они говорят, мы колем вам витаминку, да, на самом деле это окситоцин, или там делают просто осмотр, и в ходе него повреждают пузырь. Ну, то есть очень много таких вещей, почему сейчас многие женщины не хотят рожать в больнице, потому что они не хотят вмешательств, но они даже не знают, в какой момент это происходит. Мы приехали рожать на Бали, здесь немножко другое отношение к роженицам. И вот мне бы, конечно, очень хотелось познакомить вас с Робиной Лим, которая основала здесь клинику, у нее, к сожалению, сейчас мама приболела. Самой Робин 60, естественно, ее маме 80, мама здесь. И вот мама сейчас немножко приболела, поэтому она не может сейчас приехать. И вот в этой клинике по-другому относятся к женщинам. То есть если вот в России я привыкла, что если я прихожу на прием к доктору, то я прихожу уже в несколько таком нервном состоянии, потому что я, может быть, прибавила больше, чем нужно, или у меня какие-то анализы не такие. Здесь всегда приходишь с радостью, потому что ты приходишь, тебе говорят, слушай, ну у тебя мало водички, и в голове-то сразу начинают крутиться, ой, это все, это, наверное, кесарево, это еще что-то. А тебе говорят, ты должна пить 2 литра воды минимум, да, и плюс 2 кокоса еще. Вот ты каждый день, вот это твоя задача. И ты расслабляешься, успокаиваешься, потому что никто над тобой вот так вот не стоит, никто тебя не пугает, и все очень с любовью. Вот то, чего не хватает, наверное, когда ты рожаешь где-то в роддоме, не хватает этой любви, заботы одной женщины от другой женщины, да. Вот, и здесь, конечно, это по-другому. Вот, наверное, именно поэтому мы выбрали домашние роды, потому что мы чувствовали себя вот здесь так очень в любви, окружу, да. И мы понимали, что не будет сделано никаких вмешательств, которые мы не хотели. Потому что у меня есть 3 опыта больничных родов, и я представляю, что может быть, да, и мне бы этого не хотелось. Вот, а что касается так называемых лотосовых родов, это то, что практикуется здесь на Бали, ну, в принципе, много где сейчас практикуется. Есть разные уровни, но самый простой уровень – это когда мы не пересекаем пуповину до того, как она не отпульсирует. Это сейчас уже даже Всемирная организация здравоохранения рекомендует. И говорится о том, что когда ребенок проходит родовые пути, у него одна треть его крови, она по пуповине перетекает в плаценту, чтобы ребенок был меньше, ему было проще пройти. И, соответственно, когда он уже родился, то через пульсацию эта кровь к нему возвращается. Это его кровь, которой очень много железа, очень много всяких полезных свойств. И эту кровь потом собирают, эту пуповинная кровь, да, на всякий случай, если вдруг что-то случится. Но гораздо лучше, если ребенок получит ее сразу, эту кровь. И он таким образом будет защищен не какой-то там пробиркой где-то мифической, да, хранение которой стоит таких немалых денег каждый год. А если он сразу получит вот этот свой фонд защиты, это намного лучше. Есть дальше, есть другие варианты, так как ребенок, он долгое время находился в утробе, и его главные друзья – это была пуповина и плацента. Не просто, здесь вообще говорят, что плацента – это ангел-хранитель ребенка. И они вот находят, ну, как близнецы, да, они находятся вместе долгих 9 месяцев. А потом ребенок не успел родиться, и эту связь пересекают, соответственно, не думают о его, ну, каком-то психологическом, духовном комфорте. Поэтому здесь, например, принято, что пуповину не перерезают. Могут вообще не перерезать, то есть она где-то через 2-3 дня сама отваливается. Либо через, там, сутки, например, ее очень бережно пережигают свечой, и, соответственно, потом от росточек тоже отваливается. Плацента все это время лежит в такой красивой чашечке, ее посыпают какой-нибудь солью, ну, понятно, промывают хорошенько цветочками. Вот, и просто ребенок с чашечкой, ну, такой, 2 в 1, да. Да, очень интересно. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к прививкам? Ну, мы, вот у нас четверо детей, и у нас первый привит до года, а все остальные не получали прививок именно потому, что наш старший сын после вакцин получил достаточно серьезное осложнение, с которым мы до сих пор еще разбираемся, уже прошло много-много лет. Вот, и врачи сейчас, они как, они говорят, ну, вы не докажете, что это от прививки, да. Это наверняка должно было случиться, просто вот это проявилось, когда ребенку было, там, год с лишним. Но любая мать, она это видит же, что у тебя до года абсолютно нормальный, здоровый ребенок, к которому не имеют претензий ни неврологи, ни кто, ни какие специалисты, а я ходила каждый месяц, как в порядочное, и потом вдруг тебе ставят прививку, и через какое-то время у тебя, у ребенка начинается откат, и ты понимаешь, что вчера он еще что-то говорил, вчера он еще как-то интересовался, контакт какой-то устанавливал с тобой, с миром, а тут постепенно он так вот захлопывается, замыкается, и ты до него не можешь достучаться. Это, конечно, ну, достаточно страшное зрелище. Ну, и плюс, когда мы начинали реабилитацию сына, есть сейчас очень много разных методик, и, к сожалению, они практикуются в основном на Западе, и сложно найти информацию именно на русском языке. Мы сдавали во Франции анализ такой специальный, который показывает наличие тяжелых металлов в тканях, то есть не просто в крови, потому что в крови они как бы, они уходят в ткани, и как проверить их, сколько их там, вот. И мы сдавали этот анализ, который показал у нас превышение ртути, свинца, алюминия в 10, 20, 30 раз. То есть, ну, понятно, мы ребенка не кормили ртутью, мы в ребенка это никак не всовывали, естественно, ну, откуда это все может взяться? Для меня это вот как доказательство такое вот на бумажке, что больше никогда и ни один мой ребенок не получит никакой прививки. То есть если нам суждено чем-то заболеть, да, если вот как бы есть воля на это, то ребенок все равно этим заболеет, даже если ты поставишь ему прививку. И доказательств того, что он переболеет этим легче, тоже нет. Ну, то есть куча знакомых у меня, которые непривитые, болели коклюшем достаточно легко, и привитые, которые болели коклюшем и чуть не умерли. Ну, собственно, какая разница? Спасибо большое. И еще хотелось бы задать вопрос. Не буду вас очень сильно мучить. Знаю, что много детишек, кто-то ждет вас. Скажите, пожалуйста, случаются ли у вас кризисы в семье, и как вы их преодолеваете? Ну, кризисы в любом случае происходят в каждой семье. И у нас так вот с рождения каждого ребенка – это определенный кризис в том смысле, что семья как бы распадается на такие кусочки, потому что нужно нового человека туда вклинить. И потом она вот заново опять собирается. И этот процесс не всегда проходит быстро, не всегда проходит легко. И иногда просто думаешь, а, у меня ничего не получится, как это все работало вообще, да? Когда дочка родилась, например, и я понимаю, что у меня как-то рук не хватает. Вот у меня просто между старшими по 4 года разница. То есть у меня между первым и вторым 4 года, между вторым и третьим. А сейчас у меня 2 года получилась разница, и у меня фактически 2 маленьких ребенка. То есть этот еще вот такой, и вот и как. И, конечно, бывает, что мы там где-то, я могу, может сказать, да что такое, ты еще не понимаешь, что ли, мне тяжело. Ты привык, что вот я там, да, укладываю детей сама, сейчас я не могу. И для него он сначала не понимает, а что изменилось-то? И приходится ему объяснять, приходится там снова и снова садиться за стол и разговаривать, и говорить, ну вот, понимаешь, вот так и так. Иногда просто вот посадить его с 4 детьми, да, и пойти в ванну, и он говорит, господи, как ты вообще с ними справляешься, да? То есть, ну, вот какими-то такими способами, все через общение, все через разговоры. Как-то так. Скажите, пожалуйста, вот нашим слушателям какой-то, какой-то такой вот, может быть, маленький рецепт от Ольги Валяевой на каждый день. Вот что такое важно для вас, с вашей точки зрения, каждой женщине? Вот в моем ощущении очень важно, даже если ты мама и много мама, сохранить для себя некое личное пространство внутри, да, вот которое только твое, и какое-то время, вот которое тоже только твое, которое ты можешь заполнить тем, чем вот тебе хочется. Это может быть все, что угодно. Иногда может просто хотеться вот так посидеть и на дерево посмотреть, да, от природы. Молитва, чтение книг каких-то. То есть для этого всего нужно время. И вот это нужно время как-то вот очень... Либо приучить себя вставать пораньше, чем все остальные, либо вот где-то в ходе дня какие-то хитрости, чтобы вот хотя бы полчасика, часик в день для себя выкроить и провести его наедине с собой и вот со своим самым важным. И когда вот это происходит, то день происходит легче и все остальное получается. То есть очень важен контакт с собой. Да. Спасибо большое, Оля. Вам спасибо. Спасибо, что со всеми вашими детишками нашли время. Огромное спасибо. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok